Сон в лесу По вечерам темнел лес, сами деревья становились мраком, только шорохи и звуки крались в кустах, пугая детишек малых. Иногда и нечисть приходила с гостинцами. В такие часы деревенские боялись в избах одни оставаться. Все друг к дружке жались. Во дворе где-нибудь собирались, костер жгли. Кто истории рассказывал, похождения всякие. А кто по умнее молитвы особые про себя читал, порой и бабонька какая-нибудь схлипывала у костра от страху. Обласкав так, друг дружку спад разбредались на перины. А дни домовые до молитвы тайный сон их охраняли. Зато когда солнце вставало, лес зеленый возвращался, куда только мрак уходил, непонятно. Шорохи пропадали, нечистый дремать уходил. Птичьи божьи, птички запросто его. За место его прилетали. Девушки по воду шли, важно друг с другом здоровались. У старушек страх с души исчезал. Мужчины с ранних часов медом, вином и работой баловались. После обеда спали все в сладости. А после душу друг другу раскрывали. И за этим занятием очень скоро часов проходило. Спокойные вечера скатерть раскладывали, самовар приносили. Девки помпушек напекут, квасу, пиво домашнее нанесут, чтобы о душе говорить слаще было. Тихие, одним словом, были люди, нежные, немного загадочные. Среди них девушка Настя жила. Волосы золотистые, глаза голубые, то умные, то детские. Личико белое, как снег в небесах. Молодежь деревенская, между тем, в прятки играть любила. И Настя тоже этой игрой не брезговала. Бывало, соберутся в вечеру на закате и прячутся. По-особенному они в эту игру играли. С задумкой. И всерьез. Однажды собрались вот так и начали играть. Разбежались все по дальним местам, куда и медведь не заглядывал. Только эхо одно доходило. Но как не прятались, нашли. Все все-таки потаенных только смотрят. А Насти нет. Искали, искали. Нет нигде девушки. Вся деревня стала потом ходить. Даже детишки отличились. Пропала Настя. И все. Словно она ягодой какой обернулась. В деревне той ночевал проезжий опытный человек с нюхом. Он и так полагал и этак, и по колдовству, и по уму. И тоже не смог найти. Вот это спряталось. Наверное, сама себя найти не может, подумал он. Горе объяло деревню. Ведь каждый как родной. Да и куда могла уйти душенька странствовать? Проезжий запил, загрустил и скоро уехал. Деревня долго горевала. Прошло более года. Сколько воды утекло, сколько стихи прошумело в лесу, сколько духов с пути верного сбилось. И однажды этот проезжий опять попал в те края. Идет и думает. А как же Настя? Есть ли могилка ее? Или растащили по кускам бедное тело? Приходит в ту же деревню и первым делом о Насте заговорит. А как же? Нашлась, отвечают ему. Только, может, лучше бы ей не находиться. Как так? Разумелся проезжий. У того, у другого расспрашивают. На скамеечке перед избами подсаживается. Нет, сразу сказали ему истину. Но под конец объяснились. Появилась Настя через год после пропажи. Из лесу вышла и понял сразу народ. Во сне она хоть и ходит. Бывает такое на белом свете красивое. Такая же, как была, волосы золотистые лицо. Белое и глаза голубые, но в глубоком-глубоком покое. И такой бездонный этот покой был, что всем страшно стало. А идет прямо без улыбки и не узнает никого. Бились, бились с ней и родители, и деревня вся видят. Не пробудить ее ото сна. Родители с горя умерли. Но Настя жить во сне осталось. На краю деревни ее избушка. Спит она там на постели. В горнице иногда только встает, воды напиться, травушку взять. Ужаснулся приезжий, говорит. О-о-о! Этим дело не кончится. Неспроста все это. Умный был человек одним словом. И действительно, сколько стали происходить события, только не обо всем в деревне знали. Сначала постучал в окно к Настеньке красавец молодой писаный. По дороге мимо ехал, глянул на ее и ахнул. Такая необычная деревушка, такая необычная девушка на него глядит. И взгляд ее как будто в себя затягивает, как в пропасть. Только слова ни одного не говорит. Быстро понял тогда красавец молодой, в чем дело. Но не отступился, потому что полюбил Настю, как взглянул. Какая не есть, не забыть мне ее, подумал он. Подошел и поцеловал Настю. Вдруг румянец, словно в ответ заиграл на щеках. Настеньке глаза вышли из внутренней бесной. Слышит красавец, что заговорила, заговорила его Настенька человеческим языком. Трепет охватил его. Неужели пропутилась, подумал он. Взял Настю за руку и повел к людям в деревню. Ах, как долго-долго я спала, заплакала Настенька, узнавая своих близких. Да спряталась-то ты куда, спрашивают. Ох, ничего не помню, подруженьки. Что за место, не помню. Но знаю одно, что спала долго, как мертвая. Ах, как страшно спать, как страшно. Почему, почему страшно, Настенька, сны? Не было снов и не оттого страшно. Где же я была? Поплакала потом Настенька над могилой родители. Заметалась. Но рядом с ней красавец молодой, пир горой. Скоро надо начинать. Шаниха с невестой славить. Все полузабылись, в веселье. Мед тек, песни лились, хороводом, пляском конца не было. Зажила Настенька вместе с мужем своим, которого полюбила всей душой. Ведь пробудил он ее от неведомого сна. Жили хорошо, ладно. Но порой было у Настеньки на душе неспокойно. Вставала она с постели, слова промотала. И все от того, что очень она этого сна испугалась. Память о нем в ужас ее угоняла. Хотя скрывала она это даже от мужа. И такой живой был этот ужас, что и обычному человеческому сну она и любила предаваться. И вот однажды вышла она за дом. Цветы нарвать и вдруг слышит голос. Кровь как остановилась в ней. Ибо поняла она, что голос этот слышала во время своего мертвого сна. Замерла Настя. Стоит и смотрит, словно знает, что голос тот не из земного пространства. И слышит. Ты думаешь, что проснулась напрасно. Ты спишь еще более глубоким сном, чем раньше. Ты не пробудилась, не пробудилась. Заснула во сне еще, еще, еще одним сном. Неужели ты не чувствуешь это? Оглянулась она. Все-таки побежала. За дерево схоронилось и вдруг поняла. Правду голос говорит. В глубоком сне она. Не было никакого пробуждения. Разве не сон все вокруг? Оттого, что ярко он виден так, что ощущает она его, как явь, еще не значит, что не сон это. Живой сон. Еще страшнее мертва. Ибо и в голову не придет, что это лишь сновидение. Подумала Настенька. И вышла на дорогу. За околицу. Значит, любовь не только не пробудила ее, а в еще больший сон погрузила. Холодно и стало. Смотрит на небо, на звезды Настенька. Но страх перед сном, прежний, непонятный, сжал сердце уже по-новому. С большей силой. И измолилась тогда Настенька по-черному, так упав на колени посреди пустой дороги, чтобы освободили ее и пробудили ото сна. И почудилась ей, что в душе ее смятенной ответ даже есть. Боль, 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 боль только одна может от сна пробудить. Встала Настенька, пошла обратно на лес. В шорохах, в пении. И глаза не глядит. Что на сон смотреть, а сама думает. От боли даже мертвые встают. Боль, 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 мое спасение. Пришла домой. От мужа все скрывает. Как будто жизнь это все, а не греза. Он счастливый, ничего не замечает. Прожили две недели. Вдруг, как гром посреди чистого сонного неба, умирает молодой муж, красавец, как дуб подрубленный. Быстро сгорел. Плачет, бьется Настенька. Но только когда одна дома в темноте оказалась и боль великая объяла ее, поняла она. Что это значит? Ведь получила она то, что хотела. И в горе таком прожила она много дней. Глаза высохли. Губы затихли от одиночества. Никого и видеть не хочет. Одна около дома или в лесу бродит. Наконец сил совсем не осталось. Бросила все и уехала далеко-далеко у города. Приютили ее добрые люди. Город был большой, шумный, но по вечерам затихал и становилось в нем сумрачно и таинственно. Как в деревне. Особенно на окраине, где и дома были как деревенские. Боль понемногу худеть стала и вдруг чувствует Настенька, что переходит эта боль в настоящее откровение. И глубже раскрылись ее глаза и видит и понимает. Она уже все по-другому увидела. Она ясна теперь, что и после пробуждения во сне еще была. Но сон тот блаженный был. Весь радугой счастье озаренный. Но спала сейчас пелена. И звезды, и небо, и город этот открылись ей во всех цветах бездны. Проснулась, проснулась я всей душой своей, подумала Настенька. На другой день словно чудо с ней произошло. Видит все люди в этом городе, ясны для нее стали. Точно весь мир на ладошке лежит. Кому идет погадать, тому сразу отгадывает. Кого полечить захочет, вылечивает. И старым лад потянулись к Настеньке. Ну вот теперь я взаправду проснулась, решила она. И думается мне, и легко, и сильно пробудилась я прочь сны болотные. Народ к ней благоволить стал, потому что много жизней она в воде судьбы увидала. Разбогатела людей добрых, что приятели ее обула. Дело по-настоящему, что сама деваться стала. Так одежда на ней и светится. Цельный год прошел. Вдруг принесли ей больного мальчика. Излечи, излечи, ты все видишь, бухнулись в ноги родители. Дети с Богом. А ворот подождите. Я поговорю с ним, сказала Настя. Мальчик этот был очень необычный. Глаза, как у кошки, на выражение человечие. Только Настя заговор прошла, к силе своей обратилась. Мальчик вдруг тихо. Подошел к ней, положил руку. Прикоснулся. А глаза невиданные, детские, так и с... Не надо, Настенька, говорит он ей. На тебе лечит болезнь эту, ибо и не болезнь эта вовсе. И сразу слышит и чувствует Настенька, что все меняется. Звучит уже не детский голос, а холодный, далекий, который во всех ее снах звучит. В глубоком сне ты, Настя, ты думаешь, что проснулась, но ты в еще более страшный сон ушла. Что твои те два последних сна? Знаешь ты многое, но знание это только в сон тебя еще глубже, глубже погружает, ибо в знании тоже сон, ибо и знание тоже сном бывает. Вскрикнула Настя, выбежала вон, от ненавистного голоса дрожит вся у ворот. Родители глупые стоят, спрашивают. Она пробежала, Настенька мимо них, вглубь. В чему в лес начинала, и где лес начинается, сразу за городом, и смолилась опять. Неужели, неужто, неужто не пробудилась я, неужто я во сне еще живу, Господи, сон во сне, и опять сон во сне, и так без конца, кто же я, где же я? И ответ какой-то метнулся в душе, и запела там все от музыки внула. Света, Света, хочу, закричала, Света небесного, неземного! Не упал тут свет мгновенно, как струя в душе ее, и озарилась она, и возликовала все, Вижу, все вижу, везде и себя вижу, встала я из тьмы, проснулась. Она пожалел, видно, кто-то ее, и совсем не здешних, видит белая девушка, стоит рядом, очень похожая на нее, в русской одежде, как вторая Настя улыбается, а тьма нигде нет. корона небесной России сверкает на ней. «Слушай, Настенька», говорит девушка, «изведешься ты, совсем пропадешь, не тот свет это, ибо и свет разный бывает, не пробуждение это». девушка подошла поближе, сделала жест рукой, вдруг почувствовала мгновение, Настенька, что означало бы, если бы она на самом деле проснулась, рухнул бы мир, как будто его и не было, со всем его умом, со светом, бормотанием и откровением. Но что было бы на место мира сего? Что было бы, в то не могла проникнуть Настенька даже на секунду? И слава Богу, что не могла, не для человеков это. Потом все прошло, опомнилась девушка по-прежнему рядом, на Настеньку. «Иди, бедная, не мучайся», сказала она и коснулась ее своей рукой. «Теперь ты знаешь, иди, 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 ты очнешься в своей деревне, и она не сон». Все пропало в глазах Настеньки, исчезло, только точно в глубокую ночь провалилось. Долго ли, коротко, такая тьма была, вдруг слышит она, голоса над ней раздаются, с трудом открывает Насте тяжелые веки и видит, лежит она в избе, на постели, округом ее деревенский ходит, лица у всех изобочены, проснулась, проснулась, кричат. «Что?» «Что со мной?» спрашивает Настя. Лучшая подружка кинулась к ней. «Настя, помнишь, мы в прятки играли, потерялась ты?» Потом из леса вышла, она сонная, как по луне шла, а теперь ты проснулась. Не будем сказывать, как уладился такой необычный случай. Наконец прошло время. Настя счастливо зажила, душонок подружек еще крепче полюбила, вместе песни новые сочинять стали, по лесу дремучему ходить, душу открывать. Только в прятки Настенька уже не хотела играть, а то спрячешься действительно, Бог знает куда, и никто не найдет. Субтитры создавал DimaTorzok